Друзья мои, я приветствую вас на канале Строй дом своими руками. Не думал, что этот видос сегодня будет посвящен этой тематике потолков, потому что вроде как мы уже этот гельштадт закрыли и уже эту тему не хотели поднимать. Но появилась масса комментариев под последними выпусками. Начинаются они с вопросов о том, что все-таки расскажи нам, что выходит дешевле натяжные либо гипсокартон и вообще сколько они вышли в конечном итоге. Ну и еще интересно всем тема освещения. То есть мы уже вроде как потолки-то решили вопрос, но спрашивают, покажи по освещению, как ты реализуешь это все на своих потолках, как это все будет в конечном итоге. А так как у нас сейчас месячник подсветки первого этажа, наверное, самый оптимальный вариант показать это сегодня, потому что в ближайшее время мы лестницу осветим, а сейчас мы занимаемся освещением именно потолочных вопросов. Но прежде чем начать потолками работать, я вам хочу показать одну классную штукенцию. Это шаговая подсветка. Сначала реализовали мы ее в одном месте в комнате, но потом нам это понравилось, мы уже смонтировали ее по всему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, ну вот мы уже смонтировали, теперь смотрите, вот так проходим, она не работает, потому что светло. Теперь выключаем свет, проходим. Вот смотрите, сейчас вот эту выключу здесь свет, сюда выйду, и это тоже должно сработать. И ночью, ночью подсветочка эта дает отличный результат. Во всяком случае, так, дайте свет теперь включу. Во всяком случае, когда к нам гости приходят, ночуют они в той гостевой комнате, и проходя в туалет ночью, не нужно включать свет, потому что вот одного даже фонарика вот такого за глаза хватает, чтобы, ну, он там 30 секунд горит, и хватает для того, чтобы дойти комфортно до туалета. Теперь я еще поставил вот сюда сегодня с вами осветительный приборчик. И теперь он тут тоже работает. Вот. Ну, сейчас они срабатывают так неуклюже, потому что светло. Утром спускаясь по лестнице, зимой, потому что темно еще в окнах, и знаю, на какой ступеньке мне надо закрыть глаз, чтобы мне не отблеснула эта шаговая подсветка. По этому вопросу закрылись. Теперь дальше мы занимаемся люстрой. Сейчас доставили люстру, Женя ее забрала и привезла. Сейчас я ее смонтирую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что мне понравилось? Переключениями света можно менять темп освещения. Видите? Но если не нравится такой расклад, то мы берем пульт и кнопочкой вот этой K, это смена режимов. Можем легко их менять. Ну, я думаю, это не новость. Это для меня это что-то новенькое. Я думаю, что многие из вас с этой штукой давно пользуются и у всех это все есть. Женя занимается сейчас лестницей. Мы готовимся уже, чтобы начать обои сверху, спускаться вниз и в эту всю комнату. Почему я и шаговую подсветку сейчас делал. Именно для того, чтобы мы скорее уже могли приступить к обоям. Но есть один момент, который меня вообще раздражал и я его сегодня решил. Видели, какие леса пришлось Жене ставить. Это, ну, вот эти деревяшки. Эти лестницы бестолковые. Ну, это просто кошмар. И, наконец-то, на девятом году стройки у меня появилась просто волшебная вещь. Я вам сейчас ее покажу. Называется это вышка Тура или Тура алюминиевая. Увидел в интернете у ребят, которые занимаются отделкой, именно вот эта модель. Загорелся, понравилась. И, собственно, теперь она у меня есть. Это домашняя вышка, которая легкая, удобная, маневренная. И сейчас я проложу всю светодиодную ленту с помощью нее. Блоки я монтировал еще со стремянки. Ну, это было крайне неудобно спрыгивать, залазить. Это все. Сейчас вышку поставим и сделаем. Она оборудована колесами для легкого перемещения в одиночку. Легко устанавливается, как я уже сказал. Стойкие перекладины из прессованных алюминиевых профилей. Помост из фанеры возможно устанавливать на разных уровнях. Регулировка траверсы для удобства работы вплотную у стены. Опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение. Компактность при хранении и транспортировке. И максимальная нагрузка 150 килограммов. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе меня выдержит. Хотел сказать, что в принципе можно работать вдвоем, но подумал, что, наверное, это все-таки не по правилам. Я думаю, что это для одного. Обещаю вам, что сегодня вечером вы увидите всю подсветку. Прямо все покажу. Оставайтесь с нами и скоро все будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Не могу не показать вам еще одну вещь. Я теперь пользуюсь только бесщеточными шуруповертами и от них крайнее удовольствие получаю, потому что они работают идеально. Это самый оптимальный вариант. На самом деле, братцы, это все благодаря вам, потому что вы мне постоянно говорите про то, что попробуй, вот попробуй, просто попробуй и пойми, как это классно. Такие модели. И вот... Само говорит за себя. Пять лет гарантии. Друзья, многие компании готовы давать пять лет гарантии на свой инструмент. Он легенький, удобный, в руке. Ну, понятное дело, что он теперь займет достойное место у меня на стройке. Две механические скорости. Имеется в виду первая, вторая. Вот это вариант дрели. И вариант шуруповерта. Конечно, по эксплуатации теперь мы все поймем, но вот даже сегодня он мне уже пригодится. Поработаем теперь этой техникой и... И я думаю, она нам сослужит неплохую службу. Все, поехали... Поехали работать. Дальше. Поехали работать. Поехали работать. Так, друзья, нюанс, о котором вам нигде в интернете не расскажут. Суть какая. Первую ленту, дабы доказать, что я могу туда руку засунуть и пропылесосить, это комментаторы у меня такие были, я опускал прям в самый низ и клеил ее у основания. И получилась вот такая вот грань. Видите? И мы приняли решение дальше, что ленту надо клеить вровень с высотой карниза. Вровень клеим, и у нас растекается, растекается цвет. Видите? Вот. Также увидели, что нужно еще подкрасить. И где-то шлифануть, где-то подкрасить. Все косяки вылазят, друзья. Так. Все косячки они вылазят. Но не так уж они сильно и заметны. В общем... Блин. Не ожидал, что эта тура так зайдет. Очень удобно, очень круто. Видите? Грань. Вот грань. Вон грань. А здесь расходится очень ласково. Просто потому, что ленту приподнял. Поэтому, если будете такое делать, очень внимательно... Сейчас выберу цвет желтый. Вот. Все вровень. Вообще класс. В один цвет. Видите, граничка получилась. Вот это я сейчас буду переделать. Мне не нравится. Нам не нравится. Все семьи не нравятся. Поэтому нужно поднимать вровень с... полкой карниза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот такая у нас получилась подсветка. Согласен, что на потолке сейчас из-за того, что мы где-то местами работали простым валиком, получилось немножко неэффектно. То есть нужно будет еще все-таки потолок с потолком поработать. Но уже... Уже супер. Сейчас просто идет освещение только потолка светодиодкой. И в принципе... Кстати, можно мы сейчас затемнить. Сейчас. Вот. Аааа, еще. У нас столько освещения, что просто... Так, все, лестницу выключил. И вот сейчас такой режим. Ну, например, вечером смотреть телевизор или сидеть за столом в компании при свечах, можно сказать. Такая светодиодная подсветка, она просто эффектна. Сейчас у нас подается где-то в районе 560 ватт на этаж. Шторы подсвечиваются. Карниз подсвечивается. Здесь тоже шторы подсвечиваются. Видите, да? Чтобы вынимали время работы. Но мы закончили. В общем, получилось вот так. А вы напишите в комментариях, как вы считаете, хорошо ли, плохо ли, нормально ли, ненормально ли. Так, друзья, я был рад вас видеть в этот ночной момент. Уже скоро час ночи. Хочется уже пойти лечь спать. Увидимся с вами буквально через неделю. Все. Пока-пока.